...наши республики уже существуют. Есть определенная проблема. Проблема для нашей маленькой республики весьма-весьма трагическая. Везде наглядная агитация, предупредительные щиты, мины. Сие называется только попытка профилактики, а болезнь надо лечить. Безопасность сегодня как раз кроется в проблеме наличия мин и неразорвавшихся снарядов. Ведь эта немая смерть поджидает своих жертв, вот чтобы она не поджидала. Для этого параллельно должны идти и наши заверения, и конкретные шаги федерального центра. Резолюция под названием «Помощь в разминировании», принятая недавно Генеральной Ассамблеей ООН, объявила деятельность по разминированию приоритетной и срочной гуманитарной проблемой в связи с повышенной минной опасностью на планете. Чтобы понять и оценить угрозу, вызвавшую принятие этой сакоментальной резолюции, надо обратиться к фактам, которые, к сожалению, почти неизвестны мировой общественности. Минная опасность ныне превратилась в глобальное бедствие катастрофических масштабов. Между тем, об этом бедствии известно не в пример меньше, чем о СПИДе, губящем несравненно меньше людей. Может быть, потому что минная катастрофа затронула в основном бедные, экономически неразвитые страны с низким уровнем информационной инфраструктуры. Мина – это военные устройства, от которых погибают и становятся коллегами люди, в подавляющем большинстве мирные жители. В 8 июня 2000 года я отогнал овец в Катаре и возвращался обратно домой. Когда я шел по этой тропинке, это место мне показалось подозрительным. Я остановился, сделал шаг назад и взрыв. Я был в шоковом состоянии. Я сел, посмотрел на свои ноги. Левая нога была оторвана ниже колена, а правая была изуродована. Я перевернулся и стал ползти. Я слабел. Я обвязал свои ноги, кровь все еще текла. И в голову пришла мысль крикнуть о помощи. Я прокричал пару раз. Я не надеялся, что меня кто-нибудь услышит. И спустя некоторое время я слышу голоса, где ты, где ты. Ко мне подошли двое из сельских ребят. Один подошел ко мне, стал осматривать, а другой побежал за помощью. И тот парень взял и потащил меня. Когда я пришел в себя, я видел носилки. Они меня положили в эти носилки. Когда я пришел в себя, в реанимации, я открыл глаза, я увидел медсестру, сидящую недалеко от меня. Я ее подозвал и спросил у нее, ампутировали ли мне правую ногу. Она была в растерянности и не знала, что мне сказать. Я ее успокоил и сказал, чтобы она мне ответила. Она сказала, что да, мне ампутировали обе ноги выше колена. Когда я поехал домой, я не стал унывать, начал заниматься спортом. В 2006 году я участвовал в соревнованиях по Южнофедеральному округу в Дагестане по армспорту и занял первое место. В Чеченской республике очень много детей и взрослых, которые пострадали от меня. И они, как и я, борются за жизнь, несмотря ни на что. Как вы знаете, тысячи пострадавших, раненых или семей, оставшихся без кормильцев, это социальные проблемы, это медицинское лечение, это физическая реабилитация, то есть протезирование, это социальная реабилитация, это реинтеграция пострадавших людей. Плюс еще есть места, где требуется оказать помощь пострадавшему населению, потому что, если, к примеру, люди страдают в основном из-за заготовки дров, то нужно думать о том, как же помочь людям, чтобы они не рисковали из-за заготовки дров. То есть вот этот комплекс мер, которые необходимо принять в начале, но основная задача и основная цель должно быть разминирование, конечно. Решение проблемы только в разминировании. Настораживает, однако, не только число жертв. Не может не поразить само количество мин, усеявших кроме полей сражений, еще и мирные нивы, селения и леса. Так почему же, отнюдь не в условиях тотальных боевых действий, индустриально малоразвитые страны сумели в сравнительно короткий срок произвести такой страшный военный посев. Главное управление МЧС России и Плащенской Республики, не располагая самостоятельным подразделением саперным, которое могло бы выполнять эти работы, все-таки принимает участие, привлекая к этому как саперные подразделения районных военных комендатур, так и самостоятельные подразделения и спасательных центров других регионов. В 2005 году министром Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям в город был направлен сводный отряд МЧС России, в состав которого входили саперы. Отработала эта бригада вблизи Чеченаула, потом в селении Старые Атаги и в совхозе Родина. Очень много было обнаружено взрывоопасных предметов, особенно в местах стоянки воинских подразделений. Были и снаряды артиллерийские, были и патроны, были и мины, были и гранаты, поэтому эта работа была целенаправлена. В ближайшее время также планируется прибытие сводного отряда МЧС России с этой же задачей. Мы сейчас ведем подготовительную работу. Самое страшное – это найти противопехотную мину. Если противотанковую, это не страшно. Единственное, только противотанковую может быть еще огороженную противопехотную. Соответственно, уже надо делать выводы какие-то. Вы видите, у нас здесь собаки. Собаки у нас используются для того, что когда миноискатель уже не берет, то есть везде фонит, используется собака. Набивается квадрат и проверяется собака, потому что собака работает на железо. Железа здесь очень много. Осталось из хозяйственной техники, от какой-то боевой техники осталось. Проверена площадь порядка 7 гектаров. Обнаружено 84 взрывоопасных предметов от 23-х миллиметрового калибра до 152-х. В данный момент все взрывоопасные предметы были уничтожены в установленном месте. Общую площадь нам нужно разминировать около 50 гектаров. Сделали только 7. В 2001 году у нас, по нашим данным, по статистике у нас эти официальные данные были заминированы, которые мы не могли выехать, провести агротехнические мероприятия на этих полях, возделывать технические культуры или другие сельскохозяйственные культуры. 18 тысяч гектаров пашни, только пашни было. Не говоря уже пашни, там, сельхозугоди. А вообще у нас сколько земельных пашни? Вообще на сегодняшний день по структуре поселения площадей 308 тысяч 500 гектаров всего пашни в Чеченской республике. Из них 18 тысяч было 2 тысяч до года. Но на сегодняшний день числятся официально 5179 гектаров пашни, которые заминированы. Это только пашни. А есть еще и пастбища, сельхозугодия и лесные массивы, которые у нас под мином, которые невозможно зайти. Еженедельно, можно сказать, каждый месяц у нас очень большие трагические случаи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!